Встреча с Николаем Мельченко, курирующего вопрос общественной безопасности, получилась многоплановой, довольно информационной. Все внимание было в этот раз направлено на Брестский район, поэтому в начале сотрудники районного отдела внутренних дел отчитали за проделанную работу за текущий период года. Основная тема, которую рассмотрели на заседании – криминогенная обстановка в регионе. Статистика показывает, что уровень преступности в Брестском районе к уровню прошлого года снизился почти на 10%, однако радоваться рано, потому как проблема воровства, пьянства, насилие в семье по-прежнему актуально. Не менее важной стала и тема трудоустройства лиц, находящихся под контролем органов внутренних дел. Именно эта категория граждан находится, так сказать, в черном списке. Жить надо, а денег не хватает. Отсюда следуют кражи и другие правонарушения. По диаграмме видно, что из года в год, начиная с 2008 года, эта тенденция просматривается, тенденция снижения зарегистрированных преступлений. Из них особо тяжких одно, тяжких 30 одно, 7 преступлений совершено несовершеннолетними, 76 лицами, имеющими судимость. В состоянии алкогольного опьянения совершено 55 преступлений, 21 совершено группой лиц, из них одно организованное. Искать пути решения столь явных проблем следует всем миром. Милиция одна с этими вопросами не справится, об этом и не только. Говорил на встрече с трудовым коллективом совхоза комбината «Бересте» Николай Мельченко. Преступление либо правонарушение, будь то воровство или пьянство, дебоши в семье или нарушение правил дорожного движения – это уже свершившийся факт. Поэтому главное в работе – не допустить этого. Нужна грамотная профилактика, предупреждение. Брестский район с этим в большинстве случаев справляется. Брестский регион – это ближе к западу находится. Соответственно, тут определенный менталитет присутствует у населения. Они более, насколько я знаю, анализируют ситуацию, которая складывается на Брещене, наиболее незаконно послушные. Поэтому и, в принципе, по основным показателям служебной деятельности Брещена, я не могу сказать, что она в лидирующих положениях, потому что там, где не работает, там нету недостатка. Поэтому работают, они основную функцию и задачу выполняют. В плане конкретно, что меня волнует, прежде всего, это обеспечение охраны общественного порядка и безопасности наших граждан. Глава такой структуры, как милиция общественной безопасности, говорил о многом, анализировал и сопоставлял. Призывал и внушал, делая упор на то, что наша безопасность и жизнь зависят прежде всего от нас самих. Но роль участковых на местах играет роль особую. Именно он представляет правовую власть на селе. От него зависит многое. На Брещене служба участковых инспекторов работает достаточно слаженно. Практически нету некомплекта. Уже это о чем-то говорит. В плане того, что, во-первых, значит, организована работа, значит, люди идут. В принципе, у нас незаменяемых людей нету. Но, тем не менее, с учетом того, что в некоторых регионах Беларуси, к сожалению, достаточно большой некомплект в службе участковых инспекторов, то брать конкретно по Брещене, будем говорить так, приемлемый, который позволяет выполнять все основные функции, которые возложены на участковых инспекторов и милиции. Интерес у тружеников Бересия вызвал и комментарий Николая Мельченко к недавно вступившему в силу указу о пьяных водителях. Все только за него. И даже за более строгую его трактовку. Я считаю, что своевременно и правильно были приняты вот эти изменения в законы Республики Беларусь по поводу ужесточения ответственности за вождение автотранспортным в нетрезвом состоянии. Я думаю, что даже уже то, что введены такие нормы, увеличение штрафов, увеличение санкций по лишению свободы, оно будет играть, я считаю, что и определенную профилактическую меру. Все-таки те люди, которые все-таки не лишены здравого рассудка, ума, те задумаются, и прежде чем сесть за руль в нетрезвом состоянии, надо некоторых нерадивых водителей хотя бы этим рублем, или своим личным имуществом, имеется в виду транспортное средство, или теми санкциями и сроками лишения свободы. Все-таки свободу человеку никто не заменит. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.